Твое утро продолжается, уважаемые телезрители. Я напомню, что сегодня в рамках нашей утренней программы мы отмечаем День Труда. И, наверное, не поспоришь, что профессия врача самая востребованная, важная и необходимая не только в нашей стране и в нашем городе, но и в мире. И в День Труда, говоря о профессиях, мы решили пригласить в нашу студию двух очаровательных наших партнеров, врачей медицинского центра Евразии. Мы очень вас любим. Доброе утро в нашей студии сегодня. Ситова Жанцули Ивановна, это заведующая поликлиникой, а также заведующая лабораторией Кожевникова, прошу прощения, Ирина Станиславовна. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Отлично. Погода хорошая, дожди вроде бы кончились, осень балует своим золотом. Ну, как я говорил, отмечаем мы сегодня День Труда, говорим о профессиях, востребованных, редких, важных и нужных. Когда вы пришли в профессию? Как вы ее выбрали? Это было так давно, что уже, честно говоря, я и не помню, когда я пришла. В 83-м году мы поступили в медицинский институт. Мы сокурсницы. Вот тогда и пришли. Мы вместе и учились, да. В Актюбинский государственный медицинский институт. Тогда это был, да. Это был ваш выбор или выбор ваших родителей? Нет, наш личный выбор. Это был наш выбор. Я помню свое поступление, я первый год не поступила, так сложились обстоятельства. Я поступила, пошла работать, потом поступила на нулевой курс, и только потом поступила. То есть добивалась все равно поступления в мединститут. Вот так поступили. И поступила, да. Не жалеете? Неужели не возникает каких-то моментов, когда вы себе говорите, ну зачем я тогда в далеком, в каком году? В 83-м году. В 83-м году поступила в медицинский институт. Ну, было когда-то. Было. Иногда бывает. Иногда бывает, как у всех людей. Было, да. Было сложно, было тяжело, и начинать профессию было сложно после института. И работать было сложно после института, потому что молодые специалисты, и все это надо заново начинать, и заново всему учиться, всему учиться. Ну, это как-то все это прошло, а сейчас, а сейчас просто вот, просто радуешься. Ну, раз мы заговорили о молодых специалистах, а какие сейчас молодые специалисты отличаются? В вашем центре, я насколько знаю, есть молодые специалисты и достаточно? Умная молодежь, могу сказать, современной молодежью можно гордиться, они очень умные, насчитанные, всесторонне развитые, стараются охватить. Это всеми выпускниками медицинских институтов? Не могу сказать про всех, но с которыми мы встречаемся, я могу за них гордиться, за молодежь, что они умные, целеустремленные, идут дальше, со знанием языков, стараются охватить всесторонний, широкий выбор. Ну, если говорить о вашей специализации? Ну, я терапевт, я тоже в 83-м году поступила, с детства мечтала стать врачом, потому что она часто болела ангиной, но сейчас, конечно, об этом не жалею, иногда бывает тяжело. Все-таки ангина сделала, да, выбор? Да, ангина сделала выбор, но я могу сказать, что были какие-то годы, когда перестроечные в нашей стране, медицина тогда была совсем на низком, как бы оплачиваемая, мы уходили тогда, были медицины, Казахстан только начинался, вот как своя страна. Были месяцы без содержания отправляли, но мы все это выдержали. Не напугало? Не напугало. Сейчас спасибо правительству, наверное, республика наша и президент поддерживают, что зарплату немножко подняли. Есть возможности обучения за границей, есть возможности сторонне развиваться. Насколько я знаю, у вас в центре очень много специалистов, которые стажировались, проходили стажировку, практику в зарубежных медицинских центрах и вузах. Да, это правда. Есть возможности обучения в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье, и все пользуются возможностью и медики, и правительство поддерживает, да, и руководство наше. А вы сами давно в медицинском центре Евразии работаете? Ну, я работаю с момента открытия, вот он в 2003 году открылся, и вот с момента открытия я в нем работаю. Работаю врачом-лаборантом. Вот, ну, если рассказывать о нашем центре, ну вот говорят, что современную медицину, ее невозможно представить без диагностики. И говорят, чем точнее лучше диагностика, тем успешнее лечение болезни. Вот пока не узнаешь причину заболевания, ты ее не сможешь лечить. Поэтому вот мы как-то этим и занимаемся. Мы помогаем терапевтам точнее выставить диагноз. То есть вот диагностируем по... Дополняем друг друга, да. Дополняем друг друга, да. Да, установки диагноза и правильного подбора лечения. Да. Ну, про медицинский центр Евразии можно сказать, что эта группа медицинских компаний была создана в 2003 году. И вот именно она охваченно обеспечивает здоровьем и профилактикой вот рабочих крупных промышленных предприятий, как АОТ, НК, Касхром. Именно вот у нас филиал Ахтюбе из ТОУ в медицинской Евразии и в ХронТО. А давайте вопрос поставим так. Так, почему наш телезритель должен выбрать именно ваш медицинский центр? Ну, что можно сказать? Современная диагностика, современная аппаратура, значит, и условия, правда, вот это... Лечение. Лечение, диагностики, условия в круглосуточном стационаре, современные, там, можно сказать, обеспечения инвентарем, оборудование, телевизор в каждой палате. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход, да. Методы диагностики современной. Я знаю, что у вас есть очень много интересных акций. Давайте, если остановимся на одной из них. Это акция, насколько мне известно, диагностика, полная диагностика. Да. Расскажите немного подробнее, я думаю, это очень интересная информация. Полная диагностика одного дня, значит, при обращении пациента стараемся за один день охватить и правильно выставить диагноз. С этой целью, значит, ускоренно, мы, естественно, объективно стараемся провести все анализы, все методы, лабораторные и инструментальные методы обследования. И за один день можем установить диагноз. В дальнейшем для выбора пациента, продолжит, захочет он продолжать лечение в нашем стационаре, или, может, он другой выберет. Но это, как бы, ускоренный метод. Ну, сегодня в рамках нашей программы, я повторю, мы говорим не только о востребованных и нужных профессиях, мы говорим еще и о редких профессиях. Есть ли в медицине редкие профессии? Сейчас современная, кажется, медицина далеко шагнула вперед. Вот раньше, можно сказать, не было гипотологов, трансплантологов. Сейчас, кажется, вот при помощи правительства, оно у нас везде, даже в Актюбинске, даже как бы в областном центре, есть и гипотологи, и трансплантологи занимаются. Вот у нас Доскалиев, можно сказать, занимается пересадкой печени, чем мы можем гордиться, что он наш земляк. А очень редко, я могу сказать, наверное, геронтология у нас не развита, может. А что это такое? Это здоровье пожилых. И гомеопатия, можно сказать. Гомеопатия? Это лечение подобного подобным на основе лекарств, травяных. Ну, а есть ли цель у вашего медицинского центра ввести данные специальности? Это как руководство. Это зависит от руководства. Поддержит, да, да. Ну, надеюсь, что будет это все в будущем. Ну, вы врач, и как это отражается на вашей семейной жизни? Друзья очень часто вам звонят, знакомые ваши пациенты. Обязательно, обязательно. Наверное, беспокоят, не дают спать по праздникам. Ну, есть такое, конечно. И звонят, и днем, и ночью, да, и просят помощь, и просят какую-то консультацию. Все это есть. Наверное, это издержки профессии считается. Но, вы знаете... А вы любите за это свою профессию? За звонки, за единочь? Вот за это не люблю. По праздникам. У вас есть возможность обратиться к вашим пациентам? Вот за это за звонки не люблю. Нет, это все шутки, это все. Мы все выбрали, мы обязаны, наверное, помогать первым делом. И отвечать, и помогать. Когда нуждается в экстренной помощи, и в консультации мы... Зато, вы понимаете, когда после обращения подруги, друзья звонят и просят помощи, и когда это от меня какая-то консультация получается, и когда потом перезваниваешь и спрашиваешь, ну как, легче, там что-то получилось, и говорят, да, спасибо, все хорошо, знаете, наступает какое-то удовлетворение. Удовлетворение, удовлетворение от своей профессии, да? Ну и тогда не встает вопрос. Что ты чем-то помог человеку, да, не встает вопрос. Да, понимаете? А в вашей семье есть еще врачи? Моей нет. У меня сестренка учится в медицинском четвертый курс тоже. Тяжело говорят, но ей нравится. Вы следите за ее обучением? Ну, стараемся. А дальнейшая ее профессиональная деятельность, карьера будет складываться в вашем медицинском центре? Ну, этого не могу задать, потому что она на гранте сейчас учится, да. Ну, давайте поговорим о здоровье. О здоровье наших телезрителей. Сейчас время сезонных простуд. Насколько часто вот в этот период нужно посещать врачи? И нужно ли это делать вообще для профилактики? Если высокая температура, желательно находиться дома, вызывать скорую. С высокой температурой не рекомендуется ходить по разным клиникам. У нас много населения насчет этого, конечно. То есть бегут с температуры, лежите дома, вызывайте скорую помощь, участкового врача. И эти дни вам зачтутся, если нужна справка или больничный лист. Когда температура... На следующий день можно прийти с утра, сдавать анализы, посмотреть, чтобы лор-врач посмотрел, терапевт посмотрел. Ну, лечение, естественно, простудных заболеваний антибиотиками нигде не рекомендуется. Не рекомендуется. У нас население сразу начинает пить антибиотики. Это простой вот удар пустой, пустышка, потому что антибиотики не влияют на вирусы, которые вызывают простудные заболевания. Ну и, наверное, пару рекомендаций в завершении нашей беседы для наших телезрителей. Как сохранить бодрость духа, быть здоровым, счастливым и таким радостным и задорным, как вы? Сохранять задор. В здоровом теле здоровый дух. Мы говорят, у человека все должно быть прекрасным. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Наверное, душа должна быть тоже чистой и естественной. Мой вам совет, дорогие телезрители, радуйтесь жизни, будьте счастливы. И хороших вам результатов анализов. Ну, а если возникли проблемы со здоровьем, я думаю, наши телезрители смело могут обращаться в медицинский центр Евразии. Где вам окажут специализированную, высококвалифицированную помощь. Находится этот медицинский центр. На улице Саябах, 1Г. Бывшая Парковая. Бывшая Парковая, 1Г. Ну что ж, уважаемые гости, спасибо вам большое. Хорошего вам настроения. С днем труда мы вас еще раз поздравляем. Спасибо. И удачи в вашем благородном, порой нелегком труде. Спасибо. Уважаемые телезрители, а в свою очередь мне хочется пожелать вам здоровья. Не болейте, берегите себя, берегите своих близких. А наш утренний эфир на сегодня подошел к концу. С вами был я, Алибек Рызабаев. Оставайтесь на Первом городском. До скорых встреч. Будь на верном пути. Выбирай Ардека Лубриканс. Ардека Лубриканс. Больше, чем масло.